Ну, после такой насыщенной лекции нас ожидает не менее интересная лекция. Мы узнаем, нужен ли нам стресс. И представит эту лекцию ректор Ереванского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой урологии и андрологии, профессор Армен Абгарович Мурадян. Дорогая Ада Семеновна, уважаемые коллеги, после выступления Ада Семеновна очень сложно говорить о стрессе, особенно в профессиональной среде. Но мне припоминается наша первая встреча, когда, долго выслушав наши направления, наши новые какие-то проекты, и от Семеновна сказала, если знаешь зачем, выдержишь любое как. И я думаю, что это прекрасная формулировка для того, чтобы понять, нужен ли нам стресс. Но в данной ситуации я бы сегодня хотел немножко поговорить о слабой половине, которая, в принципе, подвержена стрессу больше. И хотел бы разъяснить, почему. Показать именно, какие факторы влияют на мужской стресс. И как специалист в профессиональной среде, предпочитаю говорить предметно и говорить о том, что знаю я. Особенно после того, что сказала Ада Семеновна, я бы хотел пропустить, что такое стресс, как он возникает, какие бывают виды стресса, физиологические и, естественно, патологические. И, конечно, сказать о том, что стресс не зависит от природы стрессора. Слайд, несколько напоминающий определенный анекдот, с которого хочу начать, как уролог, который обращается к стоматологу и весь дрожит от страха, когда ему заводят инструменты в ротовую полость. И, естественно, профессиональным движением хватает стоматолог за определенное место и утверждает, что мы не будем делать друг другу больно, ведь правда. И я думаю, что очень характерно, стрессор может влиять на и маски стресса, естественно, всем нам знакомы от улыбки и испуга страха, тревоги, гнева. Ну, конечно же, это яростное желание борьбы с трудностями и паникой, и одновременно и торжество, и тоска, воля к действию, и, конечно, глубокая растерянность. Всем нам это хорошо, глубоко знакомо. В то же время, может ли это перейти в болезни? Это адаптационная схема, тревога, резистентность, истощение, соответственно. Я бы хотел поговорить сегодня о том, как при стрессе снижается уровень главного полового гормона тестостерона. Гормона, который ответственен практически за всю историю человечества, от Троянской войны до сегодняшних дней. Не буду говорить при психологах о том, что мужская психология на этих трех основных китах, на трех тумблерах, секс, пища и власть позволяла всегда варьировать особенно красивой половине человечества, особенно в случаях, когда нужно было подготовить к медицинскому вмешательству, подготовить к определенному проекту. Умная и мудрая женщина, управляя этими тумблерами, могла спокойно руководить ситуацией. Я уверен в том, что многим вас это знакомо. И женская, к сожалению, психология не подается никаким тумблерам, кроме одного, это материнство. Все остальное, конечно же, остается как терраинкогнитой, позволяет нам, мужчинам, восхищаться и жить в этом восторге, не понимая, что эти три тумблера все-таки находятся у вас в руках. Я бы хотел поговорить о том, как влияет стресс на мужскую репродуктивную систему. Конкретно укорачивая теломеразу, приводит к раненому старению, хотя мы сейчас посмотрим, что первые симптомы у женщины появляются значительно раньше, то есть старение женщины репродуктивное, фертильное, старение женщины происходит раньше. Определенные экзогенные и эндогенные факторы, такие как курение, алкоголь, интоксикация тяжелыми металлами, наркотики, инфекционные патологии, тепловой шок, варикоцелли. Ну, как кардинально отличается реакция мужчины, который в сложившейся мифологии социально является сильным полом, все-таки реагирует апатией, безволием, забытием, и, соответственно, попадает в суицидальные попытки в четыре раза чаще, чем женщины. Агрессия, алкоголь, курение, наркотики, саморазрушение также приводят к травматизации в четыре раза чаще, чем женщины. Женщина же использует совершенно иной инструментарий, это поиск эмоциональной, общественной, социальной поддержки, использование широкого диапазона здоровоосберегающих технологий, таких как шоппинг, диеты, телефоны, подружки, наряды. И те мужчины, которые используют тот же инструментарий, подружки, шоппинг и все остальное, тоже легче и проще проходит этот тяжелый путь стрессового испытания. Соответственно, современный мужчина несколько феминизирован в представлениях. Я бы не хотел с трибуны медицинского университета сегодня отличаться сексизмом и говорить о том, какие у нас сегодня векторы и какие у нас сегодня вызовы тысячелетия. Но это реалии дня, к сожалению. Итак, продолжительность жизни мужчин на пять лет меньше. Это и в Армении, и во всем мире. 76 лет живут женщины в Армении, 71 год приблизительно живут мужчины. В три раза реже обращаются к врачу. Мужчины страдают ишемической болезнью сердца в три раза чаще, чем женщины. И в шесть раз чаще обращаются с сахарным диабетом. Соответственно, от рака просто смысла нет сравнивать. Но по сравнению со смертностью от рака молочной железы за последние годы динамика увеличилась. Потому что рак молочной железы, как и многие другие программы по охране женского здоровья, находится в объективе государственных программ, находится в объективе общественного напряженного отношения. Но отношение к мужскому здоровью всегда соотносится к такому мифологическому понятию, как мужчина более сильный, он не обращается к врачу, он более здоровый. Отнюдь это не так. И в некоторых странах даже до 9 лет доходит продолжительность жизни, разница в продолжительности жизни 66-75. И, соответственно, зная, что наше здоровье находится вот в такой графе, 10% это наследственная предрасположенность нашей заболевания, уровень развития медицины в этих странах и здравоохранения 10% определяют, экологическая обстановка 15%. Основным направляющим в охране здоровья и в нарушении этого здоровья все-таки является образ жизни. Проблемы современного мужчины, естественная эректильная дисфункция, гиподинамия, сахарный диабет, ниже перечисленные все возможные патологии, и в итоге кормобидность многих мужчин, что говорит о том, что эта патология требует симультанного комплексного подхода. То есть требуется междисциплинарное решение вопросов в свете урологии, сексологии, эндокринологии, кардиологии, вплоть до психиатрии. Если в центре находится все-таки мужское здоровье как осевая фигура, то заболевание предстательной железы – это как элемент, добавляющий здесь проблемы, как основной перекресток мужского здоровья, его часто называют вторым мужским сердцем, потому что такого влияния на здоровье мужчины ни один другой орган не имеет. Это перекресток мочевыводящей куде, репродуктивной, сексуальной сферы, и, естественно, непосредственно связан со всеми возможными остальными системами, органами и системами, и влияет настолько же, насколько и сердце мужчины. Ну, такое образное заявление, как «старый рыцарь не участвует в турнирах, но с удовольствием смотрит на свои доспехи» – это очень образно, но это факт. И, к сожалению, многие мужчины в своих размышлениях уходят в себя, испытывают этот стресс неполноценности, не обращаясь к врачу. Соответственно, те страны, которые сегодня отличаются наибольшей продолжительностью жизни, это Япония, Испания и Швейцария, также имеют вот такую маржу продолжительности жизни, мужчины уступают продолжительности жизни. Также мужчины и рождаются приблизительно на 51% мальчиков к 49% девочек. Уже к первому году жизни этот дисбаланс сравнивается, а к 65 годам на одного мужчину приходится две женщины. Это статистика. К сожалению, мужчины производят три четверти всего валового продукта, платят две трети всех налогов и не доживают до пенсии. И я это не к тому, что мужчины, в принципе, обеспечивают старость наших женщин. Это прекрасно. Я это к тому, что нужны программы, нужны программы, обеспечивающие также доживание мужчины до пенсионного возраста. Ведь несправедливость оплаты не заключается в том, что они не пользуются, а пользуются женщины. Заключается в том, что мы не делаем программ, чтобы обеспечить им тот же пенсионный возраст. Ну, это не только в Армении. Уверяю вас, что практически во всех странах мира это доминанта женское здоровье, программы, государственные экзамены в медицинских университетах по гинекологии. Это все было, есть и, скорее всего, еще и будет так продолжаться. Но, к сожалению, проблема необсуждаемая не означает ее отсутствие. Отсутствие. Она есть. Ну, и я хотел бы несколько слов сказать о правовом бесправии. Это не есть такой крен сексизма, что вот мужчины бесправны. Практически отсутствуют льготы и привилегии специальные для мужчин, хотя они есть для женщин. Учитывая фертильность, детородность, беременность, рождение. Несколько слов об эволюции мужской физиологии. В физиологической точке зрения старение это истощение приспособительных возможностей, особенно фертильно-репродуктивного периода. Но какие факторы влияют и как стресс влияет на это старение? Есть понятие возраст, который может сильно отражать, значит, социальный возраст сильно отличается от календарного, биологического. И эти три возраста иногда коррелируют между собой. Тогда человек выглядит на свои годы и ведет себя, соответственно, своим годам. А иногда это такая разница позволяет увидеть маложавого, но достаточно календарно взрослого и биологически уже не состоявшегося, либо неполноценного. Я бы хотел показать вам еще вот кривые, особенно гонады. У женщины, естественно, сдают раньше. Кривая резко идет вниз уже к 50 годам. Мужские гонады, они еще работают до 60-70 лет, и это имеет принципиальное значение. Женщина выходит из репродуктивного возраста, мужчина остается еще в репродуктивном возрасте определенное время. И, естественно, подвержен стрессам, как мужчина в более продолжительном периоде. То есть для него стрессовая ситуация, особенно связанная с гендерными вопросами, с вопросами репродукции, более продолжительная. И стрессов, факторы, влияющие на мужчину, по продолжительности жизни влияют на него дальше. Может быть, это и есть тот фактор, который определяет, что мужчины живут таки меньше. Ну и тестостерон от Елены Прекрасной до сегодняшних дней является основным двигающим гормоном истории человечества. Но, к сожалению, не позволяет мужчинам выживать в сложнейших ситуациях, адаптативных механизмах, более резкий, более конфликтный, более требовательный и агрессивный гормон. Уровень свободного тестостерона снижается на 30% между 40 и 70 годами и, соответственно, ведет к такому мужскому листопаду. И клиническое проявление. Во главе, конечно, эректильная дисфункция. Я бы хотел об этом поговорить здесь, в зале. Нарушение липидного обмена, абдоминальное ожирение, приливы. Соответственно, нарушение кровообращения, приводящее уже к сосудистой патологии. Ну и симптомы. Физические, сексуальные и психические. Как видите, женщины страдают значительно больше. Мужчины страдают меньше с возрастом. И это объясняется тем, что у женщины все-таки быстрее происходит этот климактеричный листопад, чем у мужчины, у которого это продолжается дольше. И, соответственно, стрессовая ситуация у него идет во времени в дискретном отношении чуть дольше. Соответственно, сегодняшний мужчина, мы говорили об этом, есть мужчины, которые даже выгуливают своих собак, не выходя из комнаты. Видите, что вот кока-кола, телевизор, полное упоение, собака на беговой дорожке. Ну и, соответственно, можно понять, что у него есть удовлетворение от жизни. И это есть сегодняшняя норма здорового образа жизни. И в результате вот такой тяжелый квартет в виде дислепидемии, диабета, тучности и гипертензии. Стресс. И это в нашей повседневной жизни. Мы видим себя, соответственно, втянутым животом и реагируем молниеносно. Текущая ситуация. Так мужчины начинают жизнь. Обычно заканчивают вот так. Ну, это известное изречение Раневской, которое иронично сказал, что болит все. Если бы было мужчины, то и предстательная железа тоже болела бы. Опять-таки, здравоохранение. Это статистика. Мужчины в 18 раз чаще женщин болеют профессиональными заболеваниями. Инфекционные болезни 8 к 1. Сердечно-сосудистые заболевания 10 к 1. Это в трудоспособном периоде. Ну, и более половины мужчин имеют заболевания детородной системы. Хотя я не очень склонен говорить о детородной системе мужчин. Я более имею привычку, значит, репродуктивной. Но наши специалисты оставили детородной. Ну, вот и роль экзогенных факторов, вредные привычки. Все это истина, которую мы часто произносим. Но ничего с этим невозможно поделать. Это вот такая окрошка мозаик и лекарственных средств. Это курение, алкоголь, естественно, вот фастфуд. Ну, и образ жизни малоподвижная гиподинамия. Психоэмоциональные проблемы, влияют ли они на жизнь мужчины? Естественно, нарушение сексуальной гармонии рано или поздно приводит к психозам, депрессии, эмоциональной дистанцированности мужчины и женщины. И несмотря на то, что вот этот вот половой гангстеризм, который развит в Армении, он таки неполноценный, неполноценная половая активность возрастная у мужчин приводит к вышеуказанным проблемам. А недостаток тестостерона и эректильной дисфункции очень часто являются первым предвестником, первым предвестником таких болезней, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. И умная женщина, таки понимая, что продолжительность жизни мужчины в семье зависит именно от сердца, от таких заболеваний, как диабет, при первых же симптомах эректильной дисфункции, понимая, что через 9 месяцев будет имфаркт, через 6 месяцев у 60% будет сахарный диабет, может первый забеспокоиться и дать сигнал семейному врачу. Вот последовательное поражение сосудов. Кавернозные сосуды полового члена поражаются раньше. Это такое зеркало, которое врачи должны знать, семейные врачи, сексологи, психологи, психиатры. Первым поражаются сосуды кавернозных тел. Эректильная дисфункция является не социальной проблемой, а предвестником соматического, тяжелейшего поражения мужского здоровья и может быть профилактическим, может быть инструментом в руках жены для того, чтобы сберечь жизнь своему мужу. Наверное, одно из самых тяжелых для мужской половины населения, изречение Толстого. Мужчина может пережить в своей жизни практически все, в том числе землетрясение, эпидемии, тяжелую болезнь, любую форму духовной пытки. Но самая ужасная трагедия в жизни мужчины, которая может с ним произойти, есть и будет оставаться трагедия его в спальне. И в этом есть непреложная истина трагедии мужского здоровья. Вот барометр мужского здоровья. Пожалуйста, артериальная гипертензия. Более 150 миллионов мужчин во всем мире страдают эректильной дисфункцией. Через 20 лет ожидается их число достигнутых 322 миллиона человек. Каждый третий мужчина после 40 лет время от времени испытывает проблемы с эректильной дисфункцией. Естественно, нужны долгосрочные программы, большие программы, которые направлены на такое же обеспечение здоровья, как и женские программы. Когда плакаты с самообследованием женской груди появились впервые на улицах Соединенных Штатов, это вызвало такой же нездоровый интерес, как и разговор об эректильной дисфункции. Но это спасло миллионы женщин, так же, как рак шейки матки. И нужно об этом говорить, этого стесняться не нужно. Не нужно изображать гангстеров из себя половых. Это проблема, которая приводит к сахарному диабету, к инсультам, приводит к преждевременной смертности. Мужской пол является ли он вообще фактором риска? Более слабые мальчики, да, это так. Они действительно к годовалому возрасту уравнивают свои шансы для выживания с девочками. 51%, 49% девочек, рождающихся к первому году жизни, уже становится 50 на 50. Ну и, соответственно, богатые мужчины имеют здоровье на уровне необеспеченных женщин, не совсем удобоваримое для мужского слуха, но это тоже факт, статистика. Ну, естественно, нужно поговорить об этом с мужской половиной и изображать из себя мачо, смотреть котенку в зеркало и видеть там льва, смысла нет. Нет такого понятия крепкое мужское здоровье, есть сильное женское здоровье, есть сильная социальная структура организации женской половины, которая на всех уровнях организации личности, естественно, выигрышна, потому что выносит беременность, роды и 10 лет детства, которое она обеспечивает как мать для того, чтобы обеспечить своему ребенку, значит, соответственно, безрисковое детство. Продолжение следует... 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 На мой взгляд, курение в открытых помещениях запрещать не было никакого смысла, потому что такое количество мужчин будет продолжать курить в открытых помещениях. Нужно было отказываться в закрытых помещениях и делать профилактику в молодом возрасте. Вы видите эти кальяны, отношение молодежи к этим кальянам, соответственно, курение становится нормой поведения, это уже привычка, это не потребность. Ограничение или отказ от спиртного для нашей популяции это не так важно, но вы знаете, до 30 мг спирта это возовская рекомендация, это бокал вина и способствует укреплению именно и мужского здоровья тоже. Поддержание нормального веса, диаметр талии более 1 метра, это есть уже один из симптомов метаболического синдрома, который приводит к артериальной гипертензии и, соответственно, нарушению работы сердца. Овощи и фрукты, естественно, конечно, я бы во главу всего этого поставил нормализацию сна. Нормализация сна как основной источник подпитки. Ну и седьмое это позитив. Позитив. Я специально не привел здесь фотографию Чарли Чаплина, который утверждал, что он больше всего любит гулять под дождем, когда не видно его слез. Потому что любой человек, который больше улыбается, чем мрачным и тучным ходит, он привлекает, у него успешности больше, он является осевым любой компанией. И дела у него идут, естественно, в гору. Это определенные статистические данные, которые сегодня говорят о том, что какой процент ВВП мы тратим на преодоление уже всего того, что мы не смогли сохранить. Вот как говорил Лада Семеновна, у одного из миллионных возможных вариаций, из миллионов сперматозоидов только одному удается пробить таки оболочку и оплодотворить яйцеклетку и рождаешься именно ты. И этот шанс прожить, он стоит того, чтобы относиться к этому не только с уважением, с пиететом, но еще и возрадоваться тому, что он у тебя есть. И довести до количества, такого количества стентирования, которое сегодня практикуется как профилактика преждевременной смертности, ни одна система здравоохранения никогда этого не сможет выдержать. Какие бы ни были затраты на это здравоохранение, мы не сможем это выдержать. Нам нужно, естественно, делать профилактику. Мужское здоровье, во-первых, начинается с профилактики сердечно-сосудистой патологии, как патологии номер один, которую уносит наших мужчин. Профилактика рака простоты. У каждого 50-летнего мужчины, у каждого третьего, прошу прощения, у 50-летнего мужчины уже есть раковые клетки. Но не каждый из них болеет. Это серьезнейшая проблема сегодняшней медицины, рак предстательной железы, о котором не так часто говорят и считают, что там есть гипердиагностика. Потому что у каждого третьего есть раковые клетки, но только из этих 30% у каждого восьмого развивается. И только один из десяти потом погибает от этого тяжелого заболевания. Но качество жизни сильно изменяется. Естественно, это ежегодный осмотр уролога после 50 лет. Это анализ крови на простатспецифический антиген. Ну и залог к качественному долголетию, сбалансированное питание, физическая активность, лишний вес избавиться, профилактика заболеваний, стрессоустойчивость, здоровый сон, рациональный отдых. Особенно сегодня, в июле, стоит поговорить о здоровом отдыхе. Мы как-то не привыкли к культуре, отдыху у нас нет. Мы отдыхаем ради семьи, я говорю от имени мужчин. Мужчина должен иметь свое личное время и свое личное пространство. Это не должно вызывать нареканий о красивой половине нашей семьи. Ну и еще во главе, конечно, вот здоровый сон. Я бы не хотел останавливаться на отдельных постулатах. Хотелось бы вернуться к основному вопросу. Нужен ли стресс мужчине или он не нужен? Он нужен в меру. Это мое понимание, сути дела, потому что без стресса нам прожить нельзя. Это прекраснейший защитный механизм, который позволяет нам не только наслаждаться, но еще и позволяет нам защищать. Но если эти прекрасные минуты защиты, они продлеваются, они приводят к истощению. И это уже не физиологическая ситуация, а это патология, которая при случае хронического стресса может вызвать серьезнейшие патологии, серьезнейшие заболевания. Естественно, все, что нас не убивает, делает нас более сильными. Я желаю всем мужчинам в зале, естественно, стрессоустойчивости, если это возможно, хотя в это мало верю. Я желаю нашим женщинам, чтобы после того, как они все это выслушали, сделали соответствующие выводы у себя, для себя и для своих мужчин. И, конечно же, сделаю все, чтобы программы по охране мужского здоровья были бы приняты, и мужское здоровье было бы в таких же надежных руках женских, как и женское здоровье в надежных мужских руках. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Армей Анатольевич, за очень интересную лекцию. А теперь перейдем к одному из очень важных вопросов в сохранении здоровья. Это вопросы и проблемы озеленения. И для этого я приглашаю на сцену Кристину Карлинов-Вартанян, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры гигиены и экологии, чтобы она представила интересную лекцию с названием «Роль озеленения городской среды в решении проблем охраны здоровья населения». Мы так мало знаем об этом. Прошу вас.